Одиннадцатиклассникам сейчас не так весело, как тебе. Абсолютно весело. Ну и мне уже, по сути, сегодня идут ужасное время. Страшно? Это что? Было страшно? Я не понимал, что делать. Куда поступать, как поступать и как это будет происходить? Да, каждый из нас это проходил, но тем не менее, вот как видите, живы-здоровы. И не так страшен ЕГЭ, а как его молюют. Сидим спокойно, платим за апотеку. Как раз мы начинаем сейчас прямую линию на эту тему ЕГЭ. Как сдать экзамен на 100 баллов, какие изменения. И очень много ваших вопросов мы осветим. Пишите 9020, Остров, пробел, а также телефон прямого эфира. Запишите 236 95 37, код Краснодарская 391. И сейчас представим нашего первого специалиста, эксперта в области. Встречаем Владимира Бусыгина, главного специалиста отдела общего образования, Министерства образования Краснодарского края. Владимир Марсович, доброе утро. Доброе утро. Рад вас приветствовать. Да, действительно, шутки в сторону. Начнем с первого вопроса относительно того, изменилась ли вообще, в принципе, система сдачи ЕГЭ. Может быть, есть какие-то новшества в этом году? В этом году, да. Часто ЕГЭ как раз упрекали систему за то, что она вот такая, ну, пластичная, скажем. Ну, в принципе, она не изменилась. То есть для школьников процедура осталась той же. Также раздаются задания, они их выполняют, заполняют бланки ответов. Потом эти бланки проверяются и выставляется отметка. То есть произошли некоторые технологические изменения. То есть сейчас задания на экзамен будут печататься накануне экзамена прямо в аудитории. Но это сделано для того, чтобы никакой отечки и появление их в интернете до экзамена не произошло. После экзамена выполненные работы сразу сканируются и вносятся в информационную систему. Это тоже для того, чтобы никто не мог повлиять на результаты. Потому что раньше было время, когда из пункта выезжали с выполненными работами. И пока доезжали, есть зона риска, где кто-то мог что-то там исправить. Сейчас это невозможно, потому что работа из аудитории переносится в штаб и сразу сканируется. А что делать, если, ну, вот ты написал, но плохо? Нереально же ведь пересдать ЕГЭ? А, нет, ну ЕГЭ можно же пересдавать только в некоторых случаях. Это, скажем, выпускники текущего года для получения аттестата могут пересдать русский или математику, если по одному из этих предметов они получили неудовлетворительный результат. А можно пересдать ЕГЭ, если участник ЕГЭ во время экзамена почувствовал себя плохо, обратился в медицинский пункт, медик подтвердил, что, ну, да, действительно, человек чувствует себя плохо, и тогда этот результат аннулируется, и можно снова пересдавать. В других случаях пересдачи просто нет. В каком формате обычно происходит, это же не все тестирование, то есть что-то в одном формате, что-то в другом, какие вообще предметы выбирают еще так же школьники? Есть ли какая-то статистика? Статистика, да. Ну, русский язык и математика для школьников обязательны, поэтому это они не выбирают. Просто математику они могут выбрать на базовом или профильном уровне. То есть тот, кто хочет поступать в ВУЗ там, где математика требуется для поступления, то есть нужны баллы по математике, нужно выбирать математику на профильном уровне. Если человек не собирается поступать в такой ВУЗ, то достаточно сдать математику на базовом уровне, она по стубальной шкале не оценивается, и получить эти статус, ну, если русский сдать, тоже на хорошую отметку. Кроме того, в двух формах проводится иностранный язык, потому что сейчас введена такая часть, как говорение, когда надо определенное задание выполнить в ВУЗном виде, то есть наговорить ответ. Это делается в отдельный день, поэтому экзамен по иностранному языку, он разбит на два дня. То есть это один экзамен, то есть по математике два экзамена. Здесь экзамен один, просто можно 20 баллов. Растянуть этапа два. Да, можно до 20 баллов получить за устную часть и до 80 за письменную часть. То есть всего в сумме будет 100 баллов. Остальные предметы, они проводятся все в письменном виде в один день, и там отличий существенных нет. Ну, содержание, естественно, задания разные. Да, мы ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители. 90-20, остров Пробел. Пишите, у нас сейчас главный специалист отдела общего образования Министерства образования Косновского края Владимир Бусыгин компетентно ответит на все нюансы и разберем все ситуации в этой студии. А пока вы набираете наш номер телефона, может быть, прямого эфира 236-95-37, мы набрали заместителя директора школы номер 161, а также учителя математики. Это из Зеленогорска. Светлана Витальевна Семич. Светлана Витальевна, доброго утра. Так. Здравствуйте. Светлана Витальевна, доброе утро. Да, знаем, что у вас совсем немножечко времени до того, чтобы убежать как раз на пробные и подготовительные вещи к экзамену, к ЕГЭ. Подскажите, пожалуйста, ну вообще ЕГЭ такой очень специфический формат, да? Ну существует, все знать невозможно. И угадать, как мы сейчас поняли, вопросы или такие задания тоже невозможно. Все пути уже, каналы информации перекрыли хорошо и надежно. Расскажите, пожалуйста, как вы в школах натаскиваете на этот формат? Какой-то алгоритм, может быть, логику понять, как школьнику? Нет, ну в школе, конечно... Алло, я слышно? Да, 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 говорите. Значит, ну в школе мы прежде всего учим детей. А для того, чтобы сдать хорошо экзамен, ну необходимо иметь три условия. Первое, отлично знать школьную программу, чтобы сдать на 100 баллов и участвовать в олимпиадах. И прежде всего справиться детям с волнением. И вот мы учим детей справляться с волнением, концентрировать внимание, знакомим с процедурой проведения ЕГЭ, со структурой тестов. И проводим, конечно же, консультации по подготовке к экзамену. А что вот они включают, эти консультации? Пробные тесты? Нет. Консультации, смотрите, это и разбор трудных заданий, и детям даем возможность получить ответы на те вопросы, которые у них возникают в процессе самоподготовки. И четыре раза в год, конечно, мы проводим пробные экзамены в режиме ЕГЭ. Светлана Витальевна. Да, а скажите еще, вообще, в принципе, относительно той подготовки, которая проходит в школе, хватает ли ее, или все-таки стоит позаниматься еще и с репетитом, для того, чтобы лучше усвоить материал и точно наверняка сдать ЕГЭ? Как вот по-вашему? Это все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Кому-то хватает школьных знаний, у кого-то память долговременная, и человек прочно помнит материал, который изучал и в седьмом, и в восьмом, и в девятом, и в десятом классе. Есть ребята, у которых память коротковременная, и им нужно перед экзаменом что-то вспомнить. Например, по биологии, если они изучали ботанику в пятом классе, к одиннадцатому классу она уже забылась. А математику реально сдать без репетитора? Извините, что перебиваю. Вот именно ваш предмет, вы учитель математики. Реально сдать математику без репетитора, самостоятельно готовясь и ходя в школу на все ваши подготовительные вещи? У меня были ученики, которые сдавали на 92 балла, и при этом они ходили только в школу и участвовали в олимпиадах. Такие дети были. Но в основном дети, даже те, кто участвует в олимпиадах, они все равно, у них репетиторы в качестве консультантов. Именно по решению сложных задач, и эти люди помогают детям именно разобраться в тех задачах, которые они посмотрели. Может быть, на видео уроках чего-то недопоняли, или сам решал, и что-то не получается, нужно небольшой толчок дать. Спасибо большое. Количество стабальников год от года. Обычно по русскому языку больше всего. На втором месте у нас получается обычно часто бывает химия, но не всегда. А по остальным предметам там очень мало стабальников бывает. То есть бывает, что в год, скажем, нет стабальников, а на следующий год может быть три. То есть при таких количествах это просто случайная величина. А правда, что сейчас дети выбирают по большей части именно, ну, которые по выбору, именно технические, которые в специальности, и вот такие же предметы, там, физику, химию кто-то сдает. Ну, я имею в виду, что не то, что технические, но не литературу, иностранные, не общество знания, не совсем гуманитарные. Есть действительно такая? Нет, по-прежнему выбирают больше всего общество знания, хотя выбирать стали немного меньше. То есть раньше больше 50% выбирали, сейчас меньше 50% выбирают. На втором месте физика, но в два раза меньше, чем общество знания. Дальше идут биология и история. Ну, и потом уже остальные предметы. Но это же отчасти зависит от того и того, какие вступительные экзамены в вузы требуются. Скажем, география просто мало, где требуется для поступления. Поэтому географию выбирают мало. Я так любил всегда этот предмет. Ну да, может быть, школьники не пользуются такой логикой, что биологию или географию сдать, наверное, легче, чем физику и химию. Нет, здесь, видите, ситуация в чем? Здесь же конкурс в вуз, это соревнования. И для того, чтобы обойти других, надо быть подготовленным, быть лучше, чем другие. Поэтому все равно надо соревноваться. Это же не просто получить аттестат, где минимальное знание продемонстрировано, где дали документы об образовании. А для поступления в вуз это как шахматный турнир. Ну что ж, чуть позже, непременно. Как выиграть этот шахматный турнир и обойти всех. Мы еще продолжим беседовать. 90-20, Остров пробел. Ждем сюда ваши смс-сообщения. Вопросы для специалиста по ЕГЭ. А также скоро к нам присоединятся компетентные товарищи из вузов и СУЗов. И поговорим о среднеспециальном образовании. Пишите 236-95-37, телефон прямого эфира в программе «Утро на Енисеи». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!